МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Тверской области. Фигурантом инкриминируется совершение в течение нескольких лет серии хищений имущества из домовладений на территории Кашинского, Калязинского и Беженского районов. Добыча злоумышленников была дорогостоящая электро- и мототехника, электро- и бензоинструменты, газонокосилки, гидры и квадроциклы. По данным предварительного следствия, на счету подозреваемых не менее 18 эпизодов преступлений. Общий ущерб оценен в 8 миллионов рублей. Установлено, что фигуранты тщательно готовились к совершению каждого преступления. Они заблаговременно находили в интернете частные объявления о продаже техники и под видом потенциальных покупателей приезжали навстречу с владельцами имущества. Под предлогом осмотра товара злоумышленники присматривались к местности и домовладению, где планировали совершить кражу, а также продумывали пути отхода. В качестве орудия преступлений похитители использовали заранее подготовленные инструменты, а также использовали оборудование для подавления GPS-сигнала похищенных транспортных средств. Злоумышленники были задержаны в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий. На время следствия мужчины содержались под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В Твери, в акватории реки Волга, в районе поселка Черкассы, катер наехал на девушку, которая плыла на сапборде. К счастью, она не пострадала. Нарушители скрылись с места происшествия. По горячим следам сотрудники ГИМС МЧС России обнаружили катер и сопроводили его обратно на место происшествия. Нарушителей уже передали полиции. За период с 24 по 30 июня 2024 года на территории Верхневолжья сотрудниками МЧС России ликвидировано 58 пожаров, в которых, к сожалению, погиб один человек. Из наиболее значимых отмечаю возгорание лесной подстилки на площади 2 гектара, произошедшее в населенном пункте Львова Бологовского муниципального округа. К ликвидации возгорания привлекались сотрудники МЧС России, лесники, а также представители администрации. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Также за отчетный период пожарно-спасательные подразделения привлекались до ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 15 человек, в том числе 4 ребенка. За неделю зарегистрировано 4 происшествия на воде, в которых погибло 3 человека. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, с сотовых телефонов 101-112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 848-22-39-99-99. 27 июня в Главном управлении МЧС России по Тверской области прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей пожарных автомобилей. Такой конкурс проводятся ежегодно. Конкурсанты на специальной площадке выполняют различные элементы по мастерству вождения многотонной пожарной машины. Трасса включает прохождение эстафеты по выполнению элементов скоростного маневрирования. Все элементы площадки ограничены фишками, сбить которую – получить штрафной балл. У каждого конкурсанта учитывались время прохождения дистанции и сумма штрафных баллов. По итогу конкурса лучший водитель первое место занял Михаил Колесов, водитель специализированной пожарно-спасательной части Твери. Второе место у Бориса Федорова, водителя пожарно-спасательной части номер один города Твери. Бронза у Евгения Яковлева, представляющего пожарно-спасательную часть номер 53 города Старица. Победители конкурса награждены кубками и медалями. Компания «Альдаир» профессионально установит системы пожаротушения и контроля доступа. Окажет качественные услуги по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Наш телефон 300-020. Позаботьтесь о своей безопасности заранее. Продолжение следует...